Окунуться в прошлое и воочию увидеть сражение Великой Отечественной войны смогут жители и гости нашего города на фестивале «Весна 1945-го». В этом году традиционную реконструкцию перенесли с 9 мая на 26 июля. На фестиваль заявились почти 300 участников с разных уголков страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калининграда и Нижнего Новгорода. На взгорке, с амфитеатром. Кроме того, мы подготовим территорию, сделаем покос, чтобы там не было никаких ни насекомых, ни животных. Соответственно, будут выставлены обязательно палатки и вода, чтобы могли люди от солнца укрыться и попить. Члены военно-исторического клуба закупили необходимые материалы для декорации и пиротехнику, подготовили костюмы. Организаторы продумали сценарий уже больше года назад. «Район 4-го столба, район будет, если начинать, раз, два, три, четыре, там будут немецкие позиции. Это, грубо говоря, город. Поскольку реконструкция называется весной 45-го, это понятно, что территория Германии. Захваченная карта у немцев мы ее отобрали уже заранее. И, значит, позиции. Возвращаются немцы на свои, как бы бегут, отступают, они возвращаются к своим позициям. Ну и, соответственно, Красная Армия их догоняет и вступает, конечно, в бои. Это вот вкратце, чтобы как бы не выдавать всех секретов». В рамках фестиваля будет функционировать полевая кухня, а также пройдет демонстрация военных атрибутов 17-го века от участников из Нижнего Новгорода. «Они покажут свое оружие, покажут обмундирование, постараются детей развлечь немножко. В этом году, к сожалению, мы свою детскую полосу препятствий не ставим, потому что все-таки связано все с пандемией». Тем, кто хочет помочь с установкой сооружений и поучаствовать в реконструкции, можно обратиться к организаторам через официальную группу Военно-исторического общества 1945 ВКонтакте. Фестиваль пройдет 26 июля. Интерактивные площадки будут доступны с 11 часов. Реконструкция начнется в 16 часов. Без возрастных ограничений. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.